Николай Николаевич, вечер добрый. Это студия пресс-центра Уфа-Арена. Нас слышно? Да, да, слышно, да. Давайте приступим к работе. Ваш комментарий по сегодняшней игре. Слава Твилаю, с победой. Всегда приятно приезжать домой. Это мой дом здесь, приятно играть. Хорошее воспоминание. Неплохая игра была, да, в начале исполнения нас, да, и, наверное, где-то во втором периоде упустили, да, вышли немножко не в тот хоккей играть, который нужен был. Пропустили много контратак, хотя в третьем периоде, в принципе, не было явных моментов и неплохо играли в обороне. То, что и планировали сыграть на контратаке. Одна мелкая ошибка и результат такой. Ну, играя в большинстве, имели хороший шанс, там, перекладина где-то, ну, спорт, как говорится, везет сильнейшему. И слава Твилаю, с победой. Молодцы. Спасибо. Спасибо большое, Николай Георгиевич. Вопросы? Азамат Шалуков. Азамат Шалуков, Медиа Корсидь. Здравствуйте. Первый вопрос касается второго и третьего периода. В Сибири стало гораздо меньше бросать. Было много перехватов у Салаватов. Что пошло не так? Вы сами сказали, что что-то изменилось в вашей игре, пошло не в ту сторону. Ну, да, как бы стали довольно тяжело выходить из-под прессинга, слава Твилаю. Да, и вот эти... Было во втором периоде, там, 12 потерь шайбы в средней зоне, и из-за этого не проходили в зону соперника, и не было бросков. Хотя во втором периоде были шансы забить гол. Не один. Здорово сыграл вратарь соперника. Что можешь сказать об игре Харри Сятаре? Раньше вроде хорошо играл, но сегодня как-то не убедился всем. Ну, я не комментирую игру игроков во время пресс-конференции. Мы разберемся внутри команды. Что мне уже сейчас еще один вопрос? О дисциплине. Сегодня был выброс шайбы. В этом сегодня у Сибири достаточно много нарушений численного состава. С чем это все можно связать? Это последний вопрос. Спасибо. Ну, выброс шайбы и нарушений численного состава – это разные вещи. Где-то ребята, может, подустали в эту смену, неаккуратно сыграли. С чем это связано? Большого желания играть в хоккей. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Николай Николаевич, вопрос такого плана. Сегодня стало известно, что ОДЭЛ выбыл на три месяца. Будете ли искать какую-то ему замену? Все-таки это легионерская оппозиция. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы была замена. Здесь остальное по нашим финансам. Если будет возможность, конечно же, будем искать. Это, наверное, больше вопрос генеральному менеджеру. А, конечно, тренеру охоты, чтобы его заменили. И второй вопрос. Второе подряд поражение Сибири по булитам. Вот в чем причина, на ваш взгляд? Именно по булитам или вообще поражение? По булитам именно. Ну, забиваем меньше, чем соперник. Сегодня не забили ни одного с Иеросталью. Пропустили три и забили один. Это, наверное, есть в чем причина поражения. Надо забивать на булитах. Это есть мастерство и вратаря, и, конечно же, игроков. Спасибо. Так, у нас вопрос из... Пожалуйста, подключите известие. Да, слышно меня? Что-то зависло. Да, слышно, пожалуйста. Николай Николаевич, ну, вы, конечно, да, говорите, что не комментируете персональную игру. Но я все-таки вот один момент хотел бы уточнить. В последнем большинстве Йоки Пака один контролирует шайбу на синей линии. Его никто не атакует. Зачем он берет и выезжает в среднюю зону, чтобы потом команда снова расставлялась и терять драгоценное время? А там шайба перевалилась через клюшку, она вышла из зоны, наверное, вы это про 5-4 говорите? Да, последнее большинство, да. Когда вот он стоял один, и у него шайба ушла с крюка, да, в среднюю зону. Вот как так? И через клюшку перескочил, вышел в среднюю зону, ему надо было выходить из зоны, чтобы... Да, извините, то есть просто технический брат. Так, да. Вот, еще тогда один вопрос. Все-таки, опять же, это вот несчастный случай, то, что Руохома потерял шайбу, когда вот Баранов выскочил с лавки и, по сути, ну, отобрал у него, обокрал. Ну, там никто не отбирал, там, по сути, не было голевого момента. И тогда в заключении, вот я смотрю сейчас протокол опять Меншиков, лидер команды по броскам, силовым приемам и блокшотам. Все-таки, почему он не имеет стабильного места в основе? А у нас есть ротация, почему нет у него стабильного места? Он и когда играет, когда не играет. Ну, и тогда самый-самый последний вопрос. Вот, все-таки, по двум булитным сериям мало забиваете, и, честно говоря, нет такого, чтобы прям вратарь соперника на булитах чудеса творил. Как этот компонент подтянуть? Будем работать на тренировку, значит. Спасибо, удачи в дальнейшем. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы к Николаю Николаевичу? Нету? Если нет, спасибо большое, Николай Николаевич. Спасибо. Коллеги, с нами, с нами. Николай Леонидович, здравствуйте. Слышно ли нас? Да, да, хорошо слышно. Здравствуйте все. Да, Николай Леонидович, пожалуйста, Ваш комментарий по игре сегодняшней. Ну, такая очень интересная игра получилась. Самое главное, что она оказалась для нас победной. Немножко робко начали первый период, но потом как бы проснулись, проснулись и начали уже играть с полной самодачей, с горячими глазами. То, что требует от молодых хоккеистов. И здорово, что вытащили эту игру и выиграли по булитам. Хорошо, Николай Леонидович, спасибо. Пожалуйста, вопросы, Владимир Бакулин. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Николай Леонидович, вопрос касаемо возвращения Картаева и Солодухина сегодня. Вот насколько они готовы сейчас играть? Да, понятное дело, что для Картаева это вообще первый матч в сезоне получился. Как вот оценить их сегодняшние действия? Ну, если честно сказать, что если бы у нас не было столько людей из состава не выпало, я думаю, что эти два человека, они бы еще тренировались, набирали свои кондиции. Они именно вышли, потому что надо было помогать команде. Да, они еще не совсем готовы физически, но зато морально и характером очень крепкие ребята. Поэтому они сегодня вышли помогать команде. И я считаю, что очень многое привнесли в команду. Добрый вечер, Азамат Шулуков, Медиа Корсеть. Вы сказали, что робко начали первый период. В самом деле, особенно в первом периоде, тяжело проходили среднюю зону. В связи с чем? Может быть, слишком жестко оказалось Сибирь. А вы как-то мало отвечали на это, на силовую борьбу? Ну, нет. Я думаю, что не в этом дело. Просто сами ребята чуть-чуть еще, можно сказать так, не перестроились после поездки, потому что тяжеловато переходить из московского времени. Они вроде как молодые, должны быстро восстанавливаться. Но все равно к этому надо приспособиться. Для этого должен быть опыт чуть-чуть. И немножко вот из-за этого, я думаю, не было того движения, которое должно было быть. Но после первого периода поговорили, ребята все поняли и сделали то, что от них требовалось. Несколько игроков сегодня покинули список травмированных, в частности, Кадейкин и Мецела. Как скоро вот эти игроки смогут сыграть? Ну да, они как бы начали тренироваться, но все равно перед тем, как играть, им надо пройти еще дополнительный медосмотр и узнать, какие у них кондиции. И после этого они будут играть. То есть сейчас все зависит от этого медосмотра, какие у них кондиции. И мы, конечно, хотели, чтобы они как можно быстрее вышли играть. Было сегодня тренерское противостояние двух уфимских тренеров. Для вас было что-то особенное в связи с этим? Спасибо, это последнее. Ну, у нас было противостояние команд в первую очередь. А с Николаем Николаевичем мы как бы друзья. Естественно, всегда хочется выигрывать каждую игру. Но лично вот такого ничего не было. Было только то, чтобы игра за четыре очка, потому что из Сибири мы играем в одной конференции. И нам всем нужны очки. У нас есть вопросы из виртуальной студии. Подключите, пожалуйста, коллега из «Известия». Только, пожалуйста, представьтесь. Да, Гудков Павел из «Известия». Николай Леонидович. Два игрока вашей школы ушли в первом раунде драфта НХЛ. Можно ли сказать, что это вот показатель, что уфимская школа по-прежнему одна из сильнейших в стране. И работа поставлена правильно. Спасибо. Ну, естественно, это приятно всей школе, всей организации, всем тренерам, кто с ними работал в разных возрастах. То есть тут многие вложили в них свой труд, каждый что-то подсказал, ребята услышали. И здорово, что их так выбрали. Но все равно им надо не останавливаться сейчас, а еще больше и больше работать, чтобы доказать, что их зря выиграли и стать звездами для школы. И вообще для всех еще раз скажу, конечно, это очень приятно. Хорошо. Коллеги, пожалуйста, если вопросов больше нет, давайте Николай Леонидовича отпустим. С победой. Спасибо большое, Николай Леонидович. До свидания. С нами защитник Ефим Гуркин и нападающий Олег Лей. Все верно? Да. С утра были. Очень рада вас, ребята. У нас начинается после матча пресс-конференция. Пожалуйста, ваши комментарии по игре. Пожалуйста, Олег. Начали здорово. Забили хорошие голы. Во втором периоде начали много обрезаться, потерь. И тренер нас предупреждал, что нужно играть в свою игру. Всем не получится забить. Но в итоге пропустили контратаки. И в третьем периоде вели в счете. Но опять же пропустили контратаку. И до булитов. А там уже не лотерея, а мастерство, наверное. Спасибо, пожалуйста, Ефим Гуркин. Ну, я буду краток. Мы просто не играли все 60 минут в свою игру. Первый период сыграли, а остальное, не знаю, что началось. Результаты на табло. Здравствуйте. Вы только что сказали, что отошли от своей игры. У вас резко уменьшилось количество бросков на втором, третьем периоде. Как так? Это первый вопрос. Ну, соперник прибавил. Соперник начал играть активно. Мы должны были подстроиться под это, играть в свою игру. Но, я говорю, опять же, начали терять шайбу в средней зоне. Много потерь у нас было. Вот. Инициатива перешла к сопернику, и он ей воспользовался. Как считаете, есть что-то систематическое в том, что Сибирь опять по булитам проиграла? Спасибо. Да, я думаю, нет. Просто мы не можем дотерпеть где-то вот эти моменты. И, может, где-то расслабляемся, чувствуем то, что игра в воде идет. И перестаем дорабатывать свои микромоменты. И, как сказал наш главный тренер, мелочей в хоккее нет. И вот эти мелочи нам мешают. Владимир Бакулин, официальный сайт КХЛ. Ребят, ну что все-таки в третьем периоде пошло не так? В принципе, владели инициативой, да, 3-2 повели в счете. И вот достаточно достойно сопротивлялись Салавату в третьем периоде. Ну, скажем так, то, что мы не сопротивлялись, да, играли, старались играть свою игру. Сопернику некуда было уже отступать, да, там они бежали, давили. Я говорю, опять же, вот мелочи правильно. Эфим сказал то, что где-то вот эти микромоменты, они там не повезло, там где-то. И в итоге вот гол из этого вылился. Коллеги, у нас есть вопросы из виртуальной студии. Пожалуйста, Павел. Да, Олег, ну вопрос сначала к тебе. У тебя сегодня 6 бросков, но большинство было заблокировано игроками Салавата. Почему так получалось? Почему не там и бросал, а не отдавал там, например, на открытого партнера? В третьем периоде там было пару раз. Ну, тренер сказал играть попроще, побольше бросать, брать инициативу на себя. Не знаю, так получилось то, что в этой игре больше бросал, да, там в других играх другие больше бросают. В этом я не считаю то, что что-то страшного. Если бы я видел партнеров там в каких-то моментах, я бы отдал бы. Посчитал на тот момент, что нужно то, что нужно больше бросать. И второй вот тоже тебе вопрос. Ну, вот такой гол классный на характере. Ты полипер на ворота, там отбивание, добивание, забил. Может быть, и ребятам с тебя стоит брать пример и так же, вот не боясь идти прям на вратаря, туда его засовывать. Ну, вы знаете, то, что у нас, в принципе, очень много таких голов, да, там не только я. Ребята, если посмотреть предыдущие игры, очень много на пятаке, да, там также забивали. Защитники Зорова бросают, да, там нам нужно сконцентрироваться на пятаке. Там все голы, все победы там. Вот. И если посмотреть на самом деле, в каждой игре спитака мы забиваем, добиваем, агрессивно играем. И вопрос тогда Ефиму. Ефим, ну, вот вы справили три матча с командами, в которых было много молодых игроков. Вот первую игру СКА выиграли уверенно. Почему же вот второй матч со СКА и сегодняшний вы действительно там полматча контролируете, все идет хорошо, но не можете довести дело до победы? И вообще вот этот молодежный фактор, он присутствует здесь, или на него не стоит вообще ни в коем случае обращать внимание? Спасибо. В игре вообще не обращаешь внимания, там молодой, немолодой, там есть игрок, и против него надо сыграть хорошо. Как я сказал, так же мы не можем вот эти мелочи, микромоменты, мы не можем их довести до конца, и вот эти потери, концентрации. Так же, как и дома с Тоска мы играли, тоже почувствовали, игра идет, и начали где-то расслабляться, потеряли свою игру, вот это нить игры. И вот не можем дотерпеть, я не знаю, что это потеря концентрации, или как-то надо менять. И тогда, ну скажи тогда, что нужно сделать, что нужно поменять, чтобы в дальнейших матчах это не повторялось? Какой рецепт? Играть свою игру. Мы начинаем как бы здорово. Вот сегодня хорошо начали, вели счет, и играли бы так 60 минут, я думаю, шансов бы не было с лаута вообще. Пожалуйста, Владимир Бакулин. Ефим, ну как сегодня игралось на домашней площадке у воспитанника Салавата и Лаева? Как вы вообще себя чувствовали? Не было никакого там мандража, не мандража? Я как бы не первый год в хоккее, чтобы был мандраж. Дома отлично себя чувствую, только единственное, мне кажется, каждый год лет все хуже становится, раньше был намного лучше. Спасибо. Если вопросов больше нет, спасибо, ребята. На этом пресс-конференция с участием вас завершается. Спасибо. Уважаемые коллеги, с нами нападающий Салават и Лаев Илья Баранов. Илья, нас слышно? Да, вас слышно, все, здравствуйте. Хорошо, тогда давайте приступим к пресс-конференции. Давайте к вопросам сразу, Владимир Бакулин. Я Владимир Бакулин, Константинальная хоккейная лига. Первый вопрос. Впечатления об игре ваши? Почему так все-таки первый период? Немножко провалили, наверное, там не проснулись? Ну, первый период провалили, скорее всего, из-за того, что мы не были готовы к такой агрессивной игре со стороны противника. Вот. Уже после перерыва внесли корректировки и начали навязывать свою игру сопернику. Вот. Так, какой там, что там было еще? Я забыл, извините. Какие впечатления об игре? Вот все-таки победа по булитам, да? Это довольно-таки так непросто. Впечатления только положительные. Опять же, вытянули очень важный матч для нас был тоже. Опять же, дальше с психологическим важен, потому что дальше нас ждет очень важный соперник, с которым тоже будет тяжело. Мы все это прекрасно понимаем. Готовимся дальше. Игорь, ну и второй вопрос. В последних матчах вам удалось забросить несколько шайб. За счет чего это удается сделать? Как-то раскрепостились? Больше игрового времени стало? Ну, да, вы правы, скорее всего. Вот эти факторы, они очень сильно влияют. То есть ты начинаешь меньше, как сказать, ну, можно даже бояться ошибиться. Начинаешь расслабляться и бросаешь, сбиваешь. То есть каждый гол, он тоже придает уверенность в себе. Вот. Пожалуйста, Азамаша Луков. Азамаша Луков, медиакарсить. Добрый вечер. Вот только что обсуждали, за счет чего улучшили свою игру, если эту тему развивать. Угу. Согласен, что сегодня вы сыграли более нагло, чем игры, например, 5-7 назад. Сегодня хорошо так в зону входили, сходу бросали, а до этого не так часто такое было. Это первый вопрос. Да, вы правы. Я с вами полностью согласен. Вот. Как сказать-то, когда вот эта пандемия началась, опять же, дали больше времени. Ну, не пандемия, извините, неправильно сказал. Проблемы в команде начались с составом, и начали больше времени давать, уже начинаешь раскрепощаться. В общем, вот. Жень, напомните еще раз вопрос. Вы вроде ответили уже полностью. Но у меня есть еще один. Давайте. Вы в большинстве сейчас на пятаке играете. Насколько вам нравится эта роль, комфортно. Вы все-таки не центральный нападающий. Хотя сейчас, конечно, не обязательно центральный должен играть на пятаке, но все-таки. Спасибо. Ну, мне выбрали такую роль на большинстве. Опять же, мне выбирать не приходится. Мне сказали, что стоишь на пятак. И я с этой задачей, на мой взгляд, опять же, и на взгляд, я думаю, ребят, я справляюсь с ней. И я готов играть там, куда меня поставят. Хорошо. У нас есть вопрос из виртуальной студии. Пожалуйста, Павел. Да, Илья, ну, твой второй гол, конечно же, по сути, там, перевернул матч. Тренер гостей сказал, что этот момент был из ничего. Но... Илья, я прошу прощения, только что пропал звук. Еще раз вопрос, смотрите, пожалуйста. А что, ребят, было больше? То, что... Илья, уфу... Еще раз, да. Вопрос такой. Когда ты забивал вторую шайбу, там было больше? То, что... Хума сыграл не очень удачно. Честно, у меня был рабочий гол абсолютно. То есть Алексей Семенов отдал хороший пас. Естественно, всегда присутствуют какие-то обстоятельства, которые, ну, играют на пользу соперника или в нашу пользу. Вот. То есть как сыграл вратарь соперник, я не могу сказать ничего. Он сыграл... Илья, слышите меня сейчас? Да. Я хотел сказать не про вратаря, а про Рохому, потому что вот он немножко, казалось, мимо шайбы махнул, или ты у него эту шайбу подбил? Можешь там объяснить? Ну, да, скорее всего, это сочинение обстоятельства, что, да, она запуталась в... шайба запуталась в ногах у защитника. И она выпала мне на клюшку, и поэтому за счет этого я смог бросить. Скорее всего, ну, обстоятельства собирали в мою пользу. Вообще часто бывает, что ты выходишь со скамейки, получаешь пас и сразу забиваешь первым касанием? Часто такое в карьере было? Ну, вот первый гол, когда я отметился в КХЛ, это как раз-таки такой гол и был. Ну, вряд ли кто-то помнит, конечно, такое. Но, тем не менее, да. Первый гол у меня был в КХЛ. Я только выбежал со скамейки. И вот сегодня тоже. А так, часто ли это или нет, не могу вам сказать. Это чистое сечение обстоятельств. Хорошо. Павел, если все, если нет больше вопросов, давайте Илью отпустим. Илья, с победой. Спасибо большое. Спасибо. Владислав Картаев с нами. Слышно ли нас? Да, хорошо слышно. С возвращением и ваших комментариев по игре сегодняшней. Спасибо. Тяжелая игра была и для команды, и для меня. Проигрывали в первом периоде. Не получалось то, что немножко в движении проигрывали. В борьбе, под воротами. У нас уже было на ворота идти больше. Мы все старались по углам. Потом во втором периоде вышли. Мы поговорили в развивалке чуть-чуть. И во втором периоде вышли. Добавили в движении. Пошли на ворота. Забили хорошие голы. В третьем периоде сравняли. Получилось хорошо сравнять. Выставить в конце, в меньшинстве. Ну и там булиты уже решили. Для меня долго не играл. Почти два месяца. Конечно, тяжело очень. С командой покатался. Две тренировки вообще как в группе. Но когда-то нужно начинать. И вышел через игры. Я думаю, быстрее войду в игровой ритм. Включусь в работу. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, вопросы. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакорсеть. Расскажите про твой булит. Что вы сделать хотели? В итоге мимо попали. Спасибо. Ну, вышел. Сразу думал, что брошу. Вложу всю мощь. Потому что сил уже не так много было к концу игры. И для вратаря это было, я думаю, неожиданно. Резкий бросок со щелчка. Просто моя ошибка, что я не попал в ворота. А так, ну, получился хороший брусок. В принципе, просто не попал в ворота. Ну, буду стараться исправлять. И что-то еще придумывать. Все, спасибо. Пожалуйста, есть ли вопросы, Манислав, есть ли у нас вопросы в студии? Если не нравится, отпустим. Спасибо большое. На этом предсказательство с вашим участием закончилось. Спасибо большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok